Сегодня я расскажу, как накопить на мечту за 100 дней. Ну, если она стоит в пределах 125 250 рублей. Всем привет! Меня зовут Ксения, и это видео будет состоять из трех частей. Посмотрите в описании по тайм-коду, какая часть вам понравится отдельно, посмотрите. Но я рекомендую посмотреть от начала до конца. Стоит отметить, что это видео я построила таким образом, чтобы сначала рассказать вам про сам метод накопления, потом про идею, откуда вам взять эти деньги, и в конце бонусом расскажу про законы вселенной, которые вам помогут в этом деле. В этом видео я хочу открыть секрет, почему у меня всегда засвеченное лицо. Все очень просто. У меня есть некие проблемы с кожей. Да, это моя проблема с самого детства. И я как бы долгое время имела комплексы по этому поводу. Если сейчас я уже более-менее смирилась, пытаюсь что-то делать как-то, но, тем не менее, засвет всегда помогает скрыть какие-либо недостатки. Что уж говорить, если в своих первых видео я себе делала, короче, синий фильтр на видео, чтобы мои зубы казались белее. Че? А потом я узнала о такой штуке, как отбеливание, и как бы эта проблема испарилась. Вроде как... В общем, если кто-то комплексует из-за каких-то своих недостатков, напишите об этом в комментариях, я всех поддержу. Потому что мне вот сейчас будет намного легче, когда вы знаете такой секретик обо мне. Так, ладно, переходим от этой лирики к сути сегодняшнего видео. Наша цель 125 250 рублей за 100 дней. Сразу про спойлеру, даже если ваша зарплата меньше в три раза, чем эта сумма за эти 100 дней будет, все равно посмотрите это видео, возможно, оно вам поможет увеличить ваш доход. Часть первая. Копилка. Впервые эту идею я увидела, наверное, полгода назад. Это какой-то популярный челлендж в ТикТоке, везде на Ютубе начали снимать. Но, к моему большому сожалению, все снимают, делают какие-то коробочки и так далее. Я же погрузилась в эту тему, и мне настолько запало это в душу. Я понимаю, что по этой методике реально большинство из вас смогут копить, накапливать и исполнять свои мечты. Я решила вам рассказать всю суть. То есть, если в этом видео я вам рассказываю, как накопить за 100 дней 125 250 рублей, вы можете поставить себе разные пределы, разные суммы, главное понять механизм. Давайте сначала перейдем к самому методу. Первое, что нам нужно, это сделать копилку с табличкой. Сейчас покажу, как это делается. Так, смотрите, для начала у меня будет вот такая коробочка. Отсюда я буду засовывать деньги, а потом отсюда вытаскивать. Вот такие тут, выбери свой тариф дня. И смотрите, в чем смысл. Мы рисуем вот такую вот табличку. То есть, у нас 500 клеточек, и в каждой клеточке числа как раз-таки от 1 до 500. Я нарисовала это вот на большом листе. Вы можете взять абсолютно любой, абсолютно любые числа сюда поставить. В общем, суть в том, что мы будем с вами зачеркивать каждый день по 5 клеточек. И те цифры, те числа, точнее, которые мы зачеркиваем, мы кидаем эту сумму в копилку. Я нашла у себя сейчас в кармане 1000 рублей. Я хочу эту 1000 рублей раскидать на 5 чисел. Для начала мне очень сильно не нравится клеточка 228. Она вон, видите, какая? 228. Так, давайте возьмем еще 200. 272. Это мы уже 500 закинули. Не знаю, возьмем 111. 89. Это мы еще 200 закинули. И давайте возьмем 300. То есть вот, я зачеркнула 5 чисел. И теперь беру копилочку и вот так вот сюда кидаю. Все очень просто. И каждый день я буду зачеркивать по 5 чисел, кидаю какие-то купюрки. Но я настолько люблю очень быстро выполнять цели, что, мне кажется, я буду зачеркивать большее количество этих чисел. Один из главных плюсов данного метода в том, что вот осталось у вас 50 рублей со сдач, которые просто из кармана в карман куда-то прыгают. Так вы посчитайте, из каких клеточек получится эта сумма в 50 рублей и киньте, зачеркните эти клеточки, киньте эту сумму. Я уверена, что ваш внутренний перфекционист не позволит пропустить ни одного дня. Ну, по крайней мере, у меня так. Тем более, с момента, как вы поставите себе цель заполнить эту коробочку, заполнить эту таблицу, ваш мозг, ваше подсознание направит все ресурсы на то, чтобы вы достигли этой цели. Даже пока вы будете спать, ваш мозг будет думать, как завтра заполнить новые 5 клеточек. Тут мы переходим к самому интересному. Как откладывать такую сумму, если вы даже не держите этих денег в руках? Первый шаг это сокращение расходов. Но-но-но, не торопитесь, выключайте это видео, потому что я вам расскажу про лайфхаки. Ущемлять себя в чем-то не придется. Первое. Напишите заявление на смену сотового оператора, но не бойтесь, потому что менять вам ничего не придется. Буквально в течение парочки дней, с момента, как вы напишите заявление на то, что вы хотите уйти от вашего оператора, вам позвонят и предложат очень выгодные условия. Я сейчас сплачу за сотовую связь 250 рублей в месяц. 250 рублей и сюда входит безлимитный интернет, безлимитные звонки по России. В общем, у меня такой пакет, что он просто намного круче многих пакетов, которые платят по 600 рублей. У меня, в моей семье, большинство людей платят примерно 600 рублей в месяц. То есть в среднем в месяц я экономлю 350 рублей. То есть за время данного челленджа я смогу сэкономить 1150 рублей. Мелочь. Капля в море, да, но я ничего для этого не делаю. Ну иди, это все равно хорошее. Это просто деньги из воздуха. Таким образом в год получается 4200 рублей. То есть 4000 ни на чем. 4200 получится за 10 лет. А теперь если перевести эту сумму в баксы, накинуть сложные проценты, можно сейчас просто нарисовать огромнейшие горы золота просто из-за того, что вы совершите один раз одно маленькое действие. Да в любом случае, блин, не все знают об этом лайфхаке. 100% он работает. На всех операторах вас всегда будут пытаться удержать, вам всегда будут предлагать самые выгодные условия. Второй вариант экономии, когда вам ничего не нужно делать, это пользуйтесь бонусными картами. В каждом сетевом магазине есть бонусная программа. Я 4 месяца постоянно ходила в один и тот же магазин, и потом посчитала, что я сэкономила с учетом всех акций, всех скидок, персональных предложений и так далее, примерно 10% от всех покупок. Что в сумме вышло 15000 рублей за 4 месяца, это в год 45000 рублей, еще 45000 рублей к прошлой сумме, с учетом того, что я ничего особо не делаю, ни в чем себя не ущемляю. Да, у вас эта цифра будет, ну, 2-3 тысячи рублей в месяц, но согласитесь, что это маленький кирпичик вашего будущего огромнейшего капитала. Третья идея, и, блин, это одно из самых вообще крутых. Банковские карты с кэшбэками. Я долгое время пользовалась картой Сбербанка платиновой, то есть мне капало очень много бонусов спасибо, но этими бонусами спасибо можно оплачивать не везде. Потом я перешла на Тинькофф. Это не реклама, я вам честно говорю. Вы можете найти любой другой банк, где вам будут приходить кэшбэки реальными средствами, то есть не какими-то бонусами, и как бы пользоваться их услугами. Но ссылочку на Тинькофф я оставлю в описании. По этой ссылочке вам дадут 3 месяца бесплатного обслуживания. Это, кстати, тоже экономия. Так вот, когда я перешла на Тинькофф, я пожалела, что не сделала этого раньше. В месяц у меня реальными средствами кэшбэка приходят, ну, в среднем-среднем 2,5 тысячи рублей. 2,5 тысячи рублей мне возвращается из всех моих трат по карте. Представляете? За обычные покупки там порядка 1% приходит, за какие-то категории по 5%. Это капец как круто, потому что, с учетом того, что, например, за Валберес там приходит 5%, а на нем я потратила за последний год 200 тысяч рублей. И если бы изначально пользовалась Тинькофф, я бы сэкономила порядка 10 тысяч рублей. Опять же, ничего не делая, понимаете? А так, давайте мы прикинем. Если 2,500 мне в месяц капает по кэшбэку, то за время этого челленджа мне капнет 7,500. А за год 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей абсолютно ничего не делая, ребят. Реально, я вам рекомендую по ссылочке перейти, потому что потом еще буду про инвестиции снимать, а инвестиции мне тоже удобны на данный момент в Тинькофф в основном. И по моей ссылке вы, конечно же, будете также получать бонусы. Четвертый пункт тоже из Тинькофф, но он такой, знаете, уже не с кэшбэками. Тут будет трата немножко из ваших средств. Поэтому, если хотите, можете его пропустить, но в целом это очень полезная информация. У меня за 3 месяца плюс 27 тысяч рублей. Ну, почти не из ничего, по крайней мере, я этого даже не замечаю. В приложении банка есть такая штука, как инвесткопилка, куда типа скидываете бабки, они автоматически инвестируются, там типа мега уверенно все такое. У меня стоит округление покупок. Если я что-то покупаю в магазине на 180 рублей, 20 рублей капает в эту инвесткопилку. То есть я даже об этом не знаю, просто они туда уходят. Я потом открываю приложение, смотрю, опа, прикольно, интересно, классно. Звучит неплохо. Я не замечаю, что у меня куда-то уходят эти деньги. И каждый раз, когда я открываю приложение, вижу, что как-то сумма увеличивается. Я радуюсь. Но секретик в том, что я себе инвесткопилку открыла в долларах. Я не доверяю рублям. Для меня рубли это не валюта. Фу. Вот. Сами перейдите в приложение, посмотрите, это очень классная штука. И может быть она вам понравится. Если мне за три месяца накапало таким образом 20 тысяч, то в теории за год может накапать 80. Я даже этого не замечу. Пятый пункт. Хватит бухать. Реально. Чего? Особенно ходить по барам. Не так давно я приняла для себя решение бросить пить и бросить курить. Потому что раньше я курила по пачке в день. Выпивала каждый день по 2-3 бутылки пива. Как бы у меня типа был тяжелый день. Мне надо расслабиться. Мне надо отдохнуть. Это все уже переросло в какую-то прям зависимость. И у многих так. У меня очень много знакомых, которые пьют каждый день. Хоть по одной бутылочке пива. Там не знаю, хоть через день, но пьют. И я уже сэкономила 9,5 тысяч на сигаретах. Порядка 20 тысяч на алкоголе. И представляете? 30 тысяч. Это в год примерно порядка 200 тысяч рублей. Это если еще не считать какие-то походы в бары и так далее. С ними я думаю, что там цифра будет совсем заоблачная. Это если прикинуть все эти 5 способов. За год я экономлю порядка 360 тысяч рублей. В месяц это 30-ка. В месяц это сколько? Ну баксов там 450. 400, 500. Я не знаю. Давайте возьмем 400 долларов в месяц. Я экономлю на том, чего даже не замечаю. То есть за время нашего литчелленджа у меня получится примерно 1200 баксов. Это впечатляет. Теперь самая интересная часть для тех, кто верит во Вселенную и ее законы. Остальные могут выключать это видео. Итак, как же вам Вселенная поможет в данной так называемой цели, в данном накоплении, если вы даже столько не зарабатываете? Первое, что смотрите. Вселенная всегда вам помогает, если есть четкая сформулированная цель. Здесь есть конкретика во всем. У вас есть выделенное время. У вас есть конкретная сумма по дням. Поэтому Вселенная будет просто всеми способами способствовать, чтобы у вас эта цель достиглась. Будет подкидывать проекты, выиграете в лотерее, еще куча других возможностей, которых ранее просто не было. Ребята, это реально рабочая штука. Попробуйте, поверьте, расслабьтесь. Главное, чтобы не было прям вот сильного зацикливания на этой идее. Просто отпустите ситуацию, палатику, все, расслабились, начали выполнять свое дело, поставили цель, поставили сроки. Вселенная ваш друг, Вселенная вам поможет. Второе, деньги притягивают деньги. Каждая копейка, которую вы будете кидать ежедневно в эту копилку, будет огромной энергией для еще больших притяжений денег. Я думаю, что у большинства из вас были такие ситуации, когда у вас постоянно идут какие-то потоки денег, вы их тратите, вы не замечаете. И постоянно, что бы вы ни покупали, они к вам приходят из разных источников. Но как только они у вас заканчиваются, вы не можете выбраться из этой ямы, вы говорите, да что же за черная полоса. На самом деле, это просто потому, что у вас в кошельке, в кармане пусто. Как только у вас там появляется копеечка, вот это вот зародыш, начинает разрастаться просто огромное поле. Кстати, этим очень прикольные инвестиции, подушку безопасности и так далее. И третье, мое самое любимое, вы сами станете магнитом для денег. Ваша душа будет радоваться от того, что ежедневно вы заполняете эту копилку, ежедневно вы ближе на один шаг к вашей цели. А такие воодушевленные люди как раз таки и притягивают невероятные вещи в свою жизнь. Еще раз повторюсь, главное не зацикливаться. Расслабьтесь, отпустите просто всю ситуацию, наслаждайтесь жизнью, наслаждайтесь, что вы копите, что у вас есть вот такое вот занятие, такое так назовем хобби. Весь мир, все люди, все ресурсы, вселенная, все будет способствовать тому, чтобы у вас это получилось. Вот, вроде как все рассказала. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, ставьте огромные пальцы вверх, жмите подписаться на канал. Всем хорошего настроения, всем огромного профита, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok